Глава 2, полный отстой. Больной Макс 3. Мы продолжаем с вами прохождение под мудочку Игоря Корнелюка в нашем с вами... Оп, это мы заберём, спасибо, ребята. Под мудочку Игоря Корнелюка в нашем с вами клубе. Мы забираем боеприпасы. Чё, здесь целая толпа навалилась? Хотя здесь чё, одним больше, а другим меньше. Не, ну чё, они сами знают, по каким заведениям ходят. Я по таким заведениям не хожу, ребят, и вам не рекомендую ходить. Двери были заперты на цепь. Суть происходящего была ясна, и португальского, всё-таки, кого там разговорника. Атаку на орал был командир, он приказал остальным окружить меня. Действительно, через несколько секунд я уже был не один. Ну-ка, ребята, dance floor, говорит, короче, пол. Ну-ка, бабах! 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 Всё, на отдых. Опа, здрасте, ребята! Всё, мимо. Веб-зале должен быть ещё один выход. Богатее уважать такие вещи. Ну да, типа, если чё, скажем так, через свой личный вход заходить, выходить. Да ты чё там, кто там? Отдыхаем. Так, нам, смотри, наш костюм продырявили. Вот это я заберу себе. Такую тему я хочу себе взять. Там будет поприятнее, и патронов побольше. Оп, здрасте. Оооо, и больно-то как. Ай, больно-то как. Вы при... Вы при смерти убиваете врага, кто разделывает вертельный выстрел. Цель с помощью мыши при найдении на нужную цель прицел покраснеет. Ну, разумеется, ведь у нас с собой уже всё и так... Всё, что было можно, нельзя уже покраснело, потому что... Как бы нас оставили на лоу-хп, у меня опять лицо засвечивает. Вот я прибавил яркость, я вот не могу с этим солнцем. Оно вообще какое-то вот неравномерное, понимаешь? Вот как-то неравномерное. Да на тебе, влобешник! Всё. Всё, живы будем, как говорится, пересечёмся. Ты куда там... Ты куда разогнался-то? Чё такой быстрый? Ловкий, подожди, дай-ка я взв... Как вы, живы, ребята? Всё нормально? Вот это я понимаю. Что вообще яркость... Яркость какая-то лютая. Ну, 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 жесть. Просто жесть. Вот, просто, просто вот. Да, видно, чутка хромаке, ребят, но так хотя бы будет покомфортнее. Не засвечивает солнце. Не отсвечивает. Погнали дальше. Тихо, тихо, ребят, вы чё, успокойтесь, всё в порядке. Нокию достал своё. Эй, говорит, самый знатный, короче, охранник, говорит, какие-то Жованну и Фабину схватили. Макс, говорит, я иду. Не, не, вставай с вертолёй, там понадобится транспорт, я иду выручать девушек. Чё, ребят, успокойтесь. И всё, вставай, 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 здесь нельзя. Да при за мной, ты кому плечо ранили. Сейчас в крови весь течёт весь. Колобока! Короче, говорит, колобок опять. На! Сейчас мы, ну-ка, две узихи, во! Так. Ну-ка, бабах! Видал, как на изи вообще? На тебе! Ну-ка, мужика, отпустил, давай! Всё! Так, медленный какой-то норок. Самое долгое, что-то, короче. Ребята, вы как, нормально, живые? Вроде живой. Ты чё, на тебе, злодей! Бабах, смотри как. Главное, бабу не зацепить, баба там убежала. Бабах! Бабах, смотри как, бабах! Серьёзный челик. Бам! Всё, в шапку твою прострелили. Головёшную. Ещё одна непредвиденная заминка. Похоже, дело пахло керосином. Этой неделе я уже чуть не потерял жену босса, теперь и так же ревняют, только в два раза хуже. Куда уже может быть хуже-то? Так, сральники. Тук-тук! Тихо, говорит, несколько какой-то порфавор, говорит, американец. Из Свердной Дакоты, город Стилл, рядом с Андерс Детлинг. Чё себе местечко, да? Мне говорят, что здесь люди немного диковатые, но такого я не ожидал. Нет? Нет, а я повидал достаточно, что я за 25 лет просто уже в полиции видел людей, которые комбайны переехала. Нет, я понимаю, есть люди, которые ненавидят своих жён, чтобы ночить по льву прямо на дискотеке. Ты был копом? Ага, всё, что только вышло на пенсию, весёлая была работёнка. К тому же, позволяло кормить семью. Дочка учится в колледже в Висконсе, а сын играет футбол в Миннесоте. Хочешь, покажу фотки? Нет, повезло тебе. Слушай, сиди здесь и не усовывайся, без героизма, ладно? Конечно, я же на пенсии. Улики, здорово, счастливый бывший коп. Да ладно. Ну да, чё ему, он своё, так сказать, уже отработал. Куда ему? Бабище нарисованное. Так, они были, сёрли, пришло, говорят, что-то, говорят, короче, время. Что-то, базарите. Он меня не видел. Мимо. На тебя. На тебя. Так, ну-ка, таблетосы, давай, ножпочки захавали. Чё, чё, жарится, смотри. Бабах! Здорово. Больно, конечно, больно. Чё, тут я, братан, из плеча, чё-то... Этот кетчуп холыщет. Или помидоры. Ты бы умылся. Чё, ребята, всё? Отъехали. Смотри, руку обожжёшь. Убери с плиты. О-о-о-о, Шафутинский пошёл. Какая-то кома из опора какая-то, говорит. По крайней мере, они были ещё живы. Найте, под затрещину, чтобы не орала. Эта банда очень напоминает тех ребят, что ломились в вечерку до прошлой недели. У этих парней, похоже, были свои особые счёты сбранка. Верните. Они вернулись, чтобы закончить работу. Я решил, что мне пора приступить к своей. Ну-ка. Оп, здрасте. Ай, больно. А, так меня, походу, не попали. Всё, ребята, на отдых. Бабах! Вот это, я понимаю, музычка спокойная, хорошая под Шапутинского. Самое то, чисто на расслабоне сидеть. А, да, мне, слушай, мне даже видно вполне комфортно. Вставляешь? Ой, тихо. Солнце опять перестало светить. Ну-ка. Ой, здрасте. Добрый вечер. Отдыхаем. Всё, что-то у тебя здесь сейчас захолыстало. Нормально. Нормально, отдыхаем. Аккуратнее перескакиваем. Уже, как говорится, Максимушкин у нас не молодой. У нас с тобой есть часть золотого оружия. Золотое оружие. Нормально. Золотая мини-30. Деталь одна из трёх. Я думала, что я время не было, или я бросаюсь в погоню, или они уходят. Так, какие-то синдри какие-то у нас с тобой непонятные. Такс. У нас с тобой... Во! Прикинь, ты блетосы есть. В среднем привычки единственное, что родило меня всегда там этого модного вертотипа. Вы куда поехали? Стоять! Разумеется, стрелять-то. Бесполезно ничего не сделаем. Продолжение с картерной площадки нужно было добраться до крыши до того, как Джованна и Фабиано возьмут билеты в один конец. Ох, высоковато. На тебе, хорошее стекло разбил. Молодец. Я знаю, что плохого мыса вот таки положили по-порежнему не было. Я решила целить именно ей. Опа! Так, погнали. Какой вид, работа Сан-Паулу оказалась совсем не похожа на плачевом на солнышке, как ее расписывали. О, ребята что-то полетели не повторять. По крайней мере, я поводил психопат, классно, повыше. Эти ребята были настроены серьезно, я считаю, что он со сломан в Багдаде, только стринга вокруг был больше. Еще несколько секунд, смена как у кого-нибудь нечасто уборщика не задалась бы. Ну да, полетел, все лютое. Еще несколько секунд, говорит, беги, говорит, Макс, беги. Макс, которым управляют. А теперь меня ждал вертолет. Опа! Прыгаем на вертолет, давай, тащи меня. Тащи, говорит, я сказал тебе. Давай, давай, Макс. Тебе на пять минут нельзя одного оставить. Что у вас там произошло? Ну а ты как считаешь, что там произошло? Заставили врасплох, помните, я же парни, что были на вечеринке, если хотели девушек от Марселла. Но он сейчас здесь. Да, братишка, меня не беспокойся, я всего лишь получу тебе кучу денег, чтобы меня защищать. Ты что, пил там, что ли? Как же иначе трезвым там пять минут не продержишься? Ольха, говорит, какая-то, короче, какая-то ольха, говорит. Джованна, Джованна. Верните, бабушки, вам сказали, колготоны. На голову себе, короче, колготоны бабушкина напялили. Ты что, спятил, мы не можем ее бросить. Макс, сделай что-нибудь. Ну же, хватай винтовку. О, сейчас мы будем с тобой, ну-ка. С МК-14. Бабах со снайперским прицелом-то. Добрый вечер. Не могу попасть этим внученным снайперским прицелом, ничего не... Да то, что ты в конце тканцев со мной делаешь. На тебе! Все, видал как? Она сматывается оттуда. Я разворачиваюсь, держись. Держусь, как могу. Вперед, ты ее упустишь. Ты, говорят, лузер. На тебя! Беги, подруга. Таблетосов давай отхавали. Ну-ка, на тебя. Бабы не трожь. Повещай, а все будет в порядке. Ну-ка, бах! Бабах! Ну да, с такой-то винтовки, чисто по одному выстрелу. Ну-ка. Бабах! Прицелиться не могу вообще, прикинь, снайперский прицел этот. Галимый, лазерный. Да на тебе! Все, хорош, подруга. Все, сваливаем. Можешь бежать. На тебя! Отъехал. Еще один. У них у всех футболки, смотри, одинаковые. Говорит, я ее вижу, говорит. Опа! Да на тебя! Отдыхаем. Сейчас все же, говорит, все бросил, говорит. На тебе! Не трожь подругу. На тебе! Ой, полетел. Видал, как мы четко попали? Она, говорит, бежит на крышу, нужно обогнать эту штуку. Называешь обогнать? Держись, тебе сказали. Упокойся, не ори. Давай, подруга. Подруга, не бойся. Сейчас все будет в порядке. На тебе! На тебе! На тебе! Подруга, прячься! На тебе! Добрый вечер, ребята. Да, у нас, короче, восстанавливается, как и в прошлых частях. От того, что мы в кого-то стреляем, нас восстанавливает. Ты чё, подруга? Какой-то Бастин, говорит, короче, какой-то Себастин. На тебе, Себастин. Смотри, как пуля полетела, смотри. Смотри, как отблескивается. Ба-бах! В головешку. Приехали. Давай, подруга, забирай дробовик. Будешь хоть стрелять. Да, ну и правильно, зачем? Она бежит внутрь. Пасос. Итак, направлять с позадочной площадки. Ух ты, РПГ. Добрый вечер. Хорош. Стингеры, прикинь. Макс! Ты чё, Максимушкин? Смотри, нормально как, а? Вот это четко, вот это, я понимаю, профессионализм просто в высшей степени. Да, Максимушкин своё дело, как говорится, знает. Походу, пули не достреливают на такое расстояние, видишь? Я в неё стреляю и не попадаю. Ну, бред какой-то. А теперь, типа, я попал. Ещё один, смотри, со Стингером. Смотри. Ба-бах! И сам, прикинь, умер от своей пули. Да, такой тоже, ребята, навстречается. Чё сказать, бывает. В костюмчике, в кухолином, на распродаже. За 500 рублей. Там была целая армия этих громил. Кому-то явно позарез нужны были эти девчонки. Хотя, возможно, они предполагали, что команда телохранителей Бранко это не только. Выдавший пианец-американец, желтородый бразильец, который следовало уделять больше внимания занятиям в летной школе. Так или иначе, нужно было найти жива, но раньше, чем они. Так, я, конечно, хотел бы УЗИшку забрать. Ребят, можно ли я у вас немножечко отберу оружие? Это... Вот, давай вместо вот этого возьмём с тобой. Хорош. Перезарядочка, погнали, ребята. Так, несёмся, ребята. Вовсю. Дайте мне таблетосы. Чё вы там базарите? На непонятном языке. Сейчас я вам там устрою. Опа! Нежданчик? Да, ребята, нежданчик. Ох ты, больно. Ну-ка. Ща мы вас в бандюков-то всех накроем. Всё, прилетели. Ага. Нормально. Ох ты. Нет, ненормально. Ну-ка. На тебе. Всё. Добазарились, ребята. Чё такой живучий-то? Всё, отъезжаем, успокаиваемся. Ты куда собраться? Стоять! Бояться. Ну-ка. Опа, ребята, давайте-ка сейчас мы с вами попляшем. Перезарядочка. Да, здесь боеприпасы, ребята, как в Макс Пене втором, так не разлетаются, я вам скажу. Ай, больно. Где стреляют? Откуда? Ай, тихо, аккуратно. Не балуемся. На тебе. Надо, вот, всё, конечно, этого вынести лучше. Рядом находил. Всё. Задление времени закончилось. На тебе, поляшечка по твоим. А, конечно, коленочки-то, хорошо, мы тебе как 9-миллиметровыми-то вылечили. Так, что дальше, погоди, куда нам дальше-то идти? Так, у нас обычно светится. А, это часть золотого оружия. Что у нас с тобой? Для револьвера. На тебе. На тебе. Ой. Хорош. Отдыхаем. Так. Кто-то пишет. Кто-то мне пишет. На тебе. Ой. Опа. Ух ты как. Приехали. Одиннадцатый номер. Футбол. Всё. Больше ты футбол играть не будешь. Это я тебе... Гарантирую, подожди. Живана ещё жива, уменьшалась, короче, говорит, с каждой... Так, ну-ка, дробовичок возьмём. Во! Погнали, ребята. Сейчас мы... Тех накроем. Вообще, если бы он мог бы брать как каратель два дробовика в руки, это вообще было бы идеально. Куда интересно подевался, говорит, Пасос. Пусть на нас два, короче, говорит, подготовку времени к ней тратил. Так, мы спускаемся вниз. Давай, открываем дверь. Живана! Макс, Макс, говорит, я здесь. Как прячу, куда им? Что происходит, это был? Ты сам не видишь, говорит, пострадал. Не волнуйся, мы тебя сюда вытащим. Где он? Ну, ему пришлось сеть в обходном порядке. Вон он. Рауль. Рауль. Что ты делаешь? Да не ори ты, дурочка-то. Что ж, в конце концов, ты орешь-то, разорвалась как ненормальная. Эй! Эй, нет. Эй, ничего, говорит, иди. Похоже, там в городе я единственный, кто позволил себе отвлечься. Ты живой? В смысле, живой? Живая. Моя слабость была выписалась, послала сестра. Славка, это город начинает накаляться. А, это его сестра? Я понял, все. Девушка, босса пропала, и отчасти я жалел, что не пропал, говорит, помп сам. А, все? У нас с тобой, походу, опять закончился, опять мы с тобой отдыхаем на расслабоне. Опять таблетусами, короче, ножпочкой закидывается. Хорош. Как бы, столько пить и столько, конечно, еще и таблеток есть, ребят. На самом деле, это очень опасная затея. Они должны были хотя бы об этом предупредить, что так делать нельзя. Потому что, как бы, ну, ты запиваешь просто обезболивающие алкоголем, это просто вообще. Алкоголь тоже вредит, вероятно. Хорош. Прикинь, разбил, как, как у него лютая просто рука. Сколько сил надо, чтобы стакан просто лопнуть. Обычно, как правило, голосом какие-то писклявым разбивают. О, футбол. Прикинь, у нас с тобой футбол. Че у нас с тобой такое, погоди. Глава третья, обычные серые будни. Это у нас с тобой будет уже следующая серия. Какой у нас выбор, говорит? Сан-Паулу, штаб. Мы никогда не платили похитителям, сейчас я не знаю. Не нравится мне это. Ты же скажешь, говорит, Макс. Но о чем мне сказать? Не знаю, я не списывал служение в заложнику. У меня есть знакомые эксперты в этой области, но они в Америке. У нас есть время подписывать из Америки. Знаю, Марсел, ты прав. Деньги. Деньги-то у меня есть. Ристорикан. Те сократило огромное состояние, так что мы всегда были под прицелом. Прекрасно об этом осведомлены, хотя мне больно это признавать, но у нас нет выбора. Может, мы заплатим и потом выясним, кто это такие? Вы как-то, вы понимаете. Как считаете, кто охотится на вашу семью? Те, кто нас не видит. Кто знает. Ты же видишь жизнь в этой стране не такая уж и легкая. Ну да, это-то, в принципе, очевидно. Я пытался вести бизнес честно, но это не всегда возможно. Конечно, врагов у меня хватает, но и взяток раздаю достаток, что понятия не имею. Тут точно у меня зуб. Возможно, мне хочется отомстить та банда. Не знаю, мы люди пытались залазить связи с этой группой. Команда Сомбра. Эти ребята, они из Фавел. Они занимаются наркотиками. Какие-то наркодилеры. У меня ничего. Два драга? Ничего. Деньги любят все. Я хочу, чтобы мне вернули жену. Мы можем отнести им деньги. Все такое. Все замолчали. А вот мы с тобой, короче, на этот прибыли. На футбольное поле. Сипайзика, короче, какая-то говорит. Правда, где этот? Рональдини вот здесь, непонятно. Это же Италия. Рональдини, ты зале. А вот они, говорит. Ага, говорит. Барашина Горок. Короче, какая-то Агара какая-то непонятная. Кандагара. Скуби-Ду меня назвал, говорит. Скуби-Ду-то. Открой сумку, говорит. Покажи деньги. Скуби-Ду, открой деньги, говорит. Покажи. Ну-ка. Так у нас там должны были быть спортивки вообще в этой. В этой, как бы, спокойно, друг. Спокойно. Смотри, снайпер. Бабах, в лобешник ему. Бабах. И мне, короче, плечо даже выбил. Прикинь, что происходит. Короче, все по своим стреляют. Хожу, кому-то от рубинок наша игра не понравилась. Так это Рональдини, походу, стреляет. Я не тащил, чтобы стать трупом, мне стоило побыстрее убраться с поля. Сейчас мы с тобой, короче, отойдем. Бабах. В самом деле, там видно, что там... Там видно, а, там видно, что-то головешка была. Мы с тобой, короче, на лох-эп, но продолжим уже в следующей серии. Так что пока что, ребяшки, на этом все. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям огромное. Спасибо за внимание. До новых встреч. Курить не переключайтесь. Будет новое всего крутого и не менее интересного. Самый был Шуранка. Спасибо за внимание еще раз. И пока-пока. И не переключайтесь. Будет очень много всего крутого и не менее интересного. Всем пока-пока.